МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он увидел у нее черные глаза, ему причудилось, что эта нечистая сила вселилась в ее тело, и он решил тем самым, обезглавив ее, изгнать нечет. После служитель закона голым выскочил на улицу и стал бегать по двору. Да он не пьяный, он вообще непонятный. Больной? Больной, ну. Он избил женщину, которая шла мимо, потом напал на детей, играющих на площадке. Когда прибыли полицейские, он пытался спрятаться в мусорном баке. И вот после медэкспертизы суд может надолго отправить его в лечебницу. Пенсионера, который задушил свою дочь веревкой, а потом сам хотел покончить с собой, медики признали невменяемым. И вот теперь суд может отправить 73-летнего старика на лечение в психбольницу. Напомним, Анатолий Крылов после ссоры с дочерью-инвалидом жутким образом расправился с родственницей. Изготовил, согласно показаниям самого обвиняемого, для себя петлю из веревки для совершения самоубийства. Однако решил с этим повременить. Успел за это время поскандалить с дочерью. И данную веревку, петлю изготовленную из этой веревки, накинул в ходе ссоры на шею потерпевшей. 50-летняя женщина скончалась. В суде следователи просили Фемиду изолировать этого человека от общества. Объективно установлено, что Крылов Анатолий Иванович представляет опасность не только для общества, но и для самого себя. Так как неоднократно, в том числе после совершенного преступления, предпринимал попытки к самоубийству. Суд отправил подозреваемого на два месяца в СИЗО. Наказание за совершенное преступление предусматривает до 15 лет тюрьмы. Однако эксперты обнаружили в поведении пенсионера симптомы серьезного психического заболевания. В связи с этим его могут отправить в больницу на принудительное лечение. Во дворе дома по улице Братьев Кошириных найдено тело мужчины. Умершим 60-летнего жителя соседнего дома люди обнаружили в 8-м часу утра, когда пошли на работу. Эти эксклюзивные кадры очевидцы сняли на свой мобильник и прислали в редакцию нашей программы. Эксперты-криминалисты осмотрели умершего и признаков насильственной смерти не обнаружили. Тело пожилого человека отправили в морг. Что с ним случилось, станет известно только после судмедэкспертизы. Не исключено, что у него были проблемы со здоровьем. Но во время приступа никто из прохожих даже скорую не вызвал. И он скончался на улице. В МИАСе будут судить парней за жестокую расправу над читой пенсионеров. Внук вместе с другом топором зарубил дедушку с бабушкой, чтобы забрать их сбережения. Сначала парни планировали убить только пожилого мужчину, но когда дверь открыла его супруга, зарубили обоих. После убийства молодые люди вынесли из квартиры стариков около 100 тысяч рублей, а также прихватили сигареты деда и памятные значки. Прокуроры отмечают особый цинизм внука погибших. Ведь чтобы поживиться, родному нанес больше десятка ударов топором. За столь жестокую расправу товарищи могут попасть за решетку навсегда. Челябинские полицейские занялись розыском хулиганов, которые повесили в закусочной экстремистскую надпись. Трудно представить, но среди посетителей кафе на Кировке нашлись фашисты. В салфетку с такой надписью повесили на самом видном месте. А ведь распространение свастики преследуется по закону. Особое удивление вызывает отношение автора к украинскому националисту, который устраивал жуткие расправы над мирным населением. Следователи полагают, такое мог оставить кто-то из южноуральцев. Ведь словосочетание «правый сектор» написано с ошибкой. А значит, тот, кто владеет украинским языком, такую бы грамматическую неточность вряд ли бы допустил. Сейчас автора надписи ищут челябинские полицейские. В областном суде начался процесс над лидером криминальной группировки. Организатора преступного сообщества под названием «Турбазовский», а также его подельников, сотрудники ФСБ подозревают в совершении более 30 заказных убийств по всей России. Это кадры ареста Сергея Чащина. Сыщики скрутили его в лесу. Мужчина собирался поохотиться, а чекисты узнали, где и когда. Задержание провели оперативно. Мужчина не успел оказать сопротивление. За что задержанный? Чем зарабатывать на жизнь? Бизнесом. Бизнесом таким? Как-то разным. Разным. Чащину вменяют солидный букет преступлений. Создание банды, заказные убийства и перевозка оружия. Мужчине могло грозить пожизненное лишение свободы, но он заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Теперь Фемида будет решать, как и на сколько наказать лидера преступной группировки. В Октябрьском районе браконьеры избили егеря. Так служителю закона отомстили за то, что он мешал нелегальным охотникам. 27-летнего лесника едва не забили до смерти. Подробности у Татьяны Морозовой. Сейчас Сергей Сони находится в Челябинской областной больнице. Врачам удалось вытащить его из комы. Он пришел в сознание, но не может вспомнить, как зовут жену и дочку. Сереж, ты мне скажи, жену как твою звать? А? Жену как звать? Нет, нет. Сергей работал в Селиткульском охотничьем хозяйстве. И по словам родственников, после того, как поймал браконьеров, ему стали мстить. Толпа парней ворвалась к нему в дом и жестоко избила. Побили так, что течет ликвард. По-моему, сломали череп. Но это ненормально. Так не должно быть. Врачи пока не дают прогнозов. После побоев у Сергея амнезия. И его состояние крайне тяжелое. Тем временем родные пытаются прилечь к ответственности виновных. И говорят, что даже знают этих людей и их фамилии. Полиция говорит, что это все на уровне слухов. Что вот те фамилии, которые фигурируют, что они все на уровне слухов. И они не могут доказать, что там были именно эти люди. Однако добиться справедливости пока не удается. Местные сыщики неохотно взялись за расследование. Родственники егеря надеются, что, может быть, сотрудники прокуратуры вмешаются и помогут раскрыть преступление. Татьяна Морозова, Ремель Газеев, 31 канал. Пожар в историческом здании на улице Труда. В самый разгар рабочего дня огонь едва не уничтожил старинный особняк. Это видеочевидцев. Пламя вырывается из окон и дверей. Пожарные ведут борьбу с огнем. Этот двухэтажный дом 19 века сейчас заброшен. По одной из версий, кто-то из бродяг мог поджечь мусор, который находился внутри. На место прибыли четыре пожарные машины. За несколько минут огонь ликвидировали. Пламя полностью уничтожило оконные рамы и двери. А также внутри выгорело сто квадратных метров хлама. А в жилом доме по улице Героев Тонгограда загорелась крыша. Жильцы быстро и самостоятельно эвакуировались на улицу. На место прибыли семь автоцистерн, скорая и реанимация. Чтобы залить огонь, огнеборцы использовали автолестницы. Пожар потушили за несколько минут. Погибших и пострадавших нет. Точная причина возгорания устанавливается. Во дворе в металлургическом районе сильный ураган повалил деревья и столбы лэп. Произошел обрыв электросети. Чудом никто не пострадал. Это же последствия ЧП на улице Столиваров. Ураган буквально с корнем вырвал вековые деревья. 20-метровый тополь при падении оборвал электросеть. Не устоял и бетонный столб. Перепуганные очевидцы забежали в свои квартиры. На всю ночь жители многоэтажки остались без электричества. Бригада ремонтников прибыла только утром, когда непогода стихла. Болгария экстрадировала в Россию южноуральского бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, Андрей Черков обманул челябинских полицейских. Он якобы взял деньги, выделенные из бюджета, на ремонт здания Верхнеуральского отдела внутренних дел. И скрылся. В федеральном розыске мужчина находился с декабря 2013 года. А пару месяцев назад был задержан болгарским интерполом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Калининском районе поймали подозреваемую в мошенничестве. По версии следствия, дама вместе со своим супругом, который находится в колонии, устроили неплохую криминальную аферу. Как полагают сыщики, мужчина из-за решетки звонил пенсионерам и сообщал, что их родственники попали в аварию. И чтобы помочь близким, у стариков требовал деньги. За наличностью к пожилым людям приходила эта задержанная. Последняя жертва собиралась передать ей 15 тысяч рублей. Бабушка согласилась о том, что деньги будут переданы. Но при этом параллельно осуществила телефонный звонок своим родственникам. И выяснила о том, что данного факта не существует, что ее внучка в ДТП не попадала. Женщину задержали и допросили. Подозревают, она может быть причастна к другим подобным преступлениям. Сыщики ждут звонков от тех, кто мог еще пострадать. Шестерых челябинцев обвиняют в распространении экстремистской литературы и запрещенных листовок. Адептам Хизбут-Тахрир Алислами вменяют в возбуждении религиозной вражды. Это оперативные видео обысков на квартире одного из подозреваемых. Мужчине оглашают цель визита и предлагают добровольно сдать запрещенную литературу, наркотики и оружие. Желайте, чтобы вы переданы. У меня ничего такого нет. То есть ничего запрещенного нет? И то, что интересует следствие, вы выдавали добровольно? Я не знаю, что вы имеете в виду запрещенную. На квартире второго подозреваемого тоже обнаружили внушительную библиотеку подозрительных изданий. Как выяснилось, их распространяли на улицах города и мечетях. Сейчас к ответственности привлечены уже шесть последователей террористической организации. Расследование уголовного дела подходит к завершающему этапу. Уже скоро все материалы окажутся в суде. Каждый день происходят кражи в квартирах и домах. Дельта-система безопасности защитит вас. Внимание, акция! Антикризисные цены по старому курсу евро. Только пять комплектов в день. Торопитесь, просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку. Подробности по телефону. 222-11-11. Открытие мехового сезона от меховой фабрики «Асар». Только с 28 по 29 июня. Норковая шуба – 20 тысяч рублей. Модный мех. Кирово-76. Новый зал. Спонсор выпуска – дисконцентр «Техносток». В магазине начались первые летние распродажи цифровой техники. Скидки на фотоаппараты и видеокамеры – до 50%. Магазин выгодных покупок на братьев Кошириных – 12Б. Это прямо напротив цирка. А время чрезвычайных новостей продолжается. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Грузовик перевернулся, а легковушка протаранила Ниву. Авария на Меридиане. Влюбленные поссорились и как кошек спасали. Ну что, боярли, купили где-то компьютеры? Открыли окно в Европу? Так ведь, дорогие женины, черпатровые свечи, дорогие. Техносток, компьютеры скомплектующие, дешевле соберу. Техносток. Братьев Кошириных – 12Б напротив цирка. Жуткое ДТП в Челябинске. На Свердловском тракте перевернулась фура с землей. В итоге под завалами едва не оказались сразу три человека. Подробности и жуткие кадры с видеорегистратора. Смотрите прямо сейчас. Свердловский тракт и улица Автодорожная. Водитель грузовика спешит проехать перекресток. И, видимо, слишком круто входит в поворот. В итоге машина переворачивается. Паша, ужас, смотри! На повторе видно, на светофоре стоят три человека. Люди в панике разбегаются. Благо, землей никого не засыпало. А в Ленинском районе на автодороге «Меридиан» иномарка столкнулась с Нивой. От удара отечественный внедорожник задел припаркованную машину. Перевернулся несколько раз и встал обратно на колеса. А иномарка проехала десятки метров на крыше. Это последствия ДТП. Обе машины превратились в груду искореженного железа. По официальным данным, пострадавших нет. А в Магнитогорске камера видеорегистратора зафиксировала, как водитель «Лады» пошел на обгон. Но в этот момент внедорожник пошел на поворот. Водитель «ВАЗа» пытался избежать столкновения, но неудачно. В Мясе маршрутка попала в ДТП. По словам водителя микроавтобуса, он остановился перед пешеходным переходом. А шофер за рулем черной иномарки затормозить не успел. И вот результат. Не справился с управлением. Несколько пассажиров маршрутки получили травмы. Пассажирку иномарки увезли в больницу. Расследованием на ДТП занимаются инспекторы ГАИ. Крупная авария на трассе М-5. Грузовик разбился в дребезги, пытаясь уйти от столкновения. Момент крушения автомобиля заснял видеорегистратор. На кадрах видно, как машину подрезает иномарка. При этом, перестроившись в левый ряд, водитель черного автомобиля движется слишком медленно. И грузовик просто не успевает сбавить скорость и уходит от столкновения. Информации о пострадавших нет. На улице Воровского маршрутка едва не взлетела на воздух. У пазика 85 маршрута отлетел газовый баллон и взрывоопасное вещество начало заполнять салон микроавтобуса. Очевидцы засняли опасное происшествие на камеру мобильного телефона. Район городской больницы. На этих кадрах последствия происшествия. Водитель осматривает отпавший баллон. Газ из маршрутки стал просачиваться в салон еще во время движения. К счастью, все пассажиры успели вовремя эвакуироваться и никто не надышался опасным веществом. А на перекрестке Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля водитель отечественного внедорожника столкнулся с иномаркой. От удара Нива вылетела с дороги и оказалась на колодце. Все нормально чувствуешь? Голову вроде разбил. Рука тут целая? Авторы ролика не исключают, что водитель внедорожника мог быть пьян и не справился с управлением. Другая авария произошла на пересечении проспекта Ленина и героев Танкограда. Возможно, автоледи за рулем ВАЗа 15-й модели не выдержала полосу при повороте налево и подрезала другую легковушку. На этих кадрах последствия другой аварии. В комментариях к видео авторы ролика указали, что малолитражка проехала на красный свет. В итоге пострадала девушка, которая переходила дорогу. Здесь водитель грузовика не справился с управлением и прицеп, полный кирпичей, влетел в разделительное ограждение. В итоге часть груза оказалась на проезжей части. Движение на этом участке дороги было затруднено. Обстоятельства аварии выясняются. Ольга Кокшарова, Елена Абросимова, Михаил Шурмель, 31 канал. Бесстрашная пенсионерка в Снежинске старушка гуляла прямо по проезжей части. Автор ролика запечатлел, как пожилая женщина рисковала жизнью. Ведь такая прогулка по оживленной магистрали могла закончиться печально. А в Челябинске на пересечении улиц Образцова и Воровского легковушки не поделили дорогу. Когда две иномарки пошли на поворот, одна не выдержала полосу движения и машины столкнулись. Лихач, насмерть сбивший мужчину на пешеходном переходе в советском районе, попросил смягчить наказание. Четыре года колонии. Он считает слишком суровым вердиктом. И подал апелляцию. Наш корреспондент побывал в зале суда и знает, что решил суд. В зале суда жена подсудимого и родственники погибшего. Сам осужденный Александр Таскаев на видеосвязи из следственного изолятора. Мужчина уверяет, четыре года колонии это слишком много. Объясняет, у него плохое здоровье, а еще супруга не работает. И двое маленьких детей на иждивении. Таскаев призван виновным в нарушении правил дорожного движения. При управлении автомобилем поврежден по неосторожной смерти. Все произошло на этом пешеходном переходе. 31-летний Сергей Пронищев переходил проезжую часть. Тем временем подсудимый Таскаев, не имея водительских прав ни на своем BMW X5, гнал на скорости около 100 км в час. Затормозить перед пешеходом он не смог. Как бы лица нет вообще опознать невозможно, если только цепочка. В общем, от него вообще ничего не осталось. Всего переломало, все внутренние органы разорваны. После аварии Таскаев пытался замести все следы. Он спрятал автомобиль во дворе дома своих друзей, накрыл тентом и завалил кучей мусора. Кстати, у погибшего Сергея Пронищева осталось двое несовершеннолетних детей. Девочка Аленка у нас ей три годика всего. Она каждый день ждет своего папу с работы. Стоит у двери и ждет мама, когда папа придет с работы. Как ей объяснить, что папы больше нет? Сын Дима, ему 10 лет. Он вообще весь в себя ушел. Родственники погибшего пешехода отсудили у Таскаева 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Даже миллионы – это не те деньги, чтобы искупить свою вину. Нам не нужны даже его деньги. Я хочу, чтобы он понес реальное наказание. Я хочу, чтобы он отсидел, подумал. Областной суд рассмотрел жалобу Александра Таскаева, но оставил ранее вынесенный ему приговор без изменения. Мужчина останется в колонии на 4 года. Челябинский областной суд отказал в очередном рассмотрении дела о гибели женщины и ее трехлетней дочери на перекрестке Доватора Шаумяна. Кассационную жалобу подал один из осужденных. Александр Вотин, которого признали виновным в смертельном ДТП, просил пересмотреть приговор и апелляционное постановление предыдущих инстанций. Однако суд не нашел оснований для повторного рассмотрения дела. Нарушений уголовного кодекса, которые могли повлиять на приговор, не выявили. Напомним, страшное ДТП случилось в прошлом году. Два лихача устроили гонки. В итоге разнесли киоск и задавили мать с ребенком на остановке. И сегодня ей как раз исполнилось бы 36 лет. А в прошлом месяце Машеньке было бы 4 годика. Вообще не знаю, как с этим жить теперь каждый день со скисами. Приговор советского суда в отношении Андрея Лысенко и Александра Вотина оставили без изменения. Каждому из них назначено наказание в виде крупного штрафа и шести лет колонии-поселения. Открытие мехового сезона от меховой фабрики Асар. Только с 28 по 29 июня. Норковая шуба 20 тысяч рублей. Модный мех Кирова 76. Новый зал. Спонсор выпуска Дельта Система Безопасности. Компания объявляет акцию антикризисной цены. Комплекты сигнализации по старому курсу евро от 5900 рублей. Стоимость абонентского обслуживания всего от 15 рублей в сутки для квартиры и от 25 рублей для коттеджа. Задумайтесь, ведь ваше спокойствие стоит дороже. Каждый день происходят кражи в квартирах и домах. Дельта Система Безопасности защитит вас. Внимание, акция. Антикризисные цены по старому курсу евро. Только 5 комплектов в день. Торопитесь, просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку. Подробности по телефону. 222-11-11. В Курчатовском районе мужчина пытался задушить женщину. Такой вызов поступил на пульт диспетчера 02. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на место, чтобы помочь пострадавшей. Но когда прибыли, все оказалось по-другому. Что они увидели? Смотрите прямо сейчас. Приехав в эту квартиру, полицейские увидели двух дам. Живые и здоровые. Няня, открой балкон. А, да, да, да. Со служителями закона женщины хотели поговорить о своей жизни. Но слушать биографию полицейские не стали. Поспешили перейти к делу. Что полицию вызвать? Потому что он достал уже. Вот он, да? Так он спит. По словам хозяйки, сожитель перебрал с алкоголем и набросился. Испугавшись, подруга вызвала полицию. Вот только сейчас дебошир уснул и вряд ли готов давать показания. Он душил. Кого? У нас? Нет. Пить-то меньше надо? Да понятно, но все пить меньше надо. У дамни оказалось при себе документов. Они попросили полицейских поверить им на слово. Это моя квартира. У меня на работе паспорт. Понимаете, в чем дело? Позже дамы внезапно решили, что помощь им больше не нужна. И попытались попрощаться с полицейскими. Уходите отсюда, пожалуйста. Мы живы все. Все нормально. Девочки, идите, идите. Но как только служители закона направились к выходу, женщины снова стали звать на помощь. Ну я у них прошу помощь. Что ты забрал-то? Она вас услышала. Поняв, что дамам ничего не угрожает, полицейские уехали. Теперь сюда придет участковый. Татьяна Морозова, Тибур Юнусов, 31 канал. Штраф и предупреждение. Так закончился отдых компании, которая распивала алкоголь на детской площадке. В одном из дворов по Комсомольскому проспекту сыщики заметили рядом с отдыхающими баночки с алкогольным коктейлем. Что было дальше, смотрите прямо сейчас. При виде полицейских некоторые спешат уйти. По их словам, они просто стояли с приятелями, но не участвовали в распитии алкоголя. Однако правоохранители не позволяют им так быстро покинуть площадку. Молодая пара удивлена, почему полицейские подошли именно к ним, ведь они и так распивают спиртное очень редко, тем более этот напиток слабоалкогольный. Однако для полицейских такие отговорки не аргумент. Володя, давай проверим человека на розыск и на пасху. Кроме всего, по их словам, они не знали, что здесь пить запрещено и предложили даже повесить специальный запрещающий знак во дворе. Тогда якобы закон будет соблюдаться. Однако такая смекалка нарушителей не спасла от ответственности. В двух квартирах я прописан, есть 31, 234, а в паспорте должно быть хикарство. А сколько скажи по паспорту? После проверки ребятам выписали штраф, 500 рублей каждому. Впрочем, к этому наказанию они отнеслись спокойно и пообещали больше не нарушать закон. Спасибо. До свидания. Больше не буду, да? Больше не буду. До свидания. До свидания. Всего доброго, граждане. Полицейские штрафуют челябинцев за курение на Кировке. Стражи порядка устроили рейд по центральным улицам города. В итоге сразу нескольким нарушителям закона пришлось раскошелиться. С остальными полицейские провели профилактические беседы. Напомним, с 1 июня в России запрещено курить в общественных местах. За несоблюдение закона придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей. Жительница Чесминского района собирает деньги на лечение сына. В 20 лет у Александра Акиншина рак. Шансы излечиться от смертельной болезни дают питерские врачи. Но для этого нужно полтора миллиона рублей. Столько стоит лекарство, которое поможет парню выжить. У Александра лимфома Ходжкина. При этом в заболевании на теле образуются опухоли. Он обнаружил шишку. А уже на данный момент ему было 18 лет. И нас направили уже в онкодиспансер. После нескольких курсов химиотерапии болезнь отступила. Но спустя год вернулась снова. В Петербургской клинике Александру прописали лекарство стоимостью полтора миллиона рублей. Семья Акиншина из маленькой деревни. И оплатить препарат самостоятельно не в силах. К тому же на покупку лекарства отведен срок в две недели. Одна из причин это то, что этот препарат не зарегистрирован в России. Что его в России нет. Его будут покупать через Министерство здравоохранения. А чтобы его купить, нужно сначала вот эти полтора миллиона. Несмотря на болезнь, Александр продолжает учиться. Он мечтает стать юристом. И не теряет надежды излечиться. В Чебаркуле пропал солдат-срочник. Последний раз 18-летнего призывника из Нижнего Тагила видели 14 июня. В день исчезновения Артур Масляков сказал сослуживцам, что пошел попить чай. И с тех пор его никто не видел. Тем временем военная прокуратура завела на призывника уголовное дело по факту самовольного оставления части. Где он? Не знают и родственники. По словам близких, телефон солдата перестал отвечать за два дня до исчезновения. Больше недели родственники разыскивают 27-летнего Павла Цыпышева. По словам сестры, он ушел на рыбалку, а документы, телефоны, ключи оставил дома. Но до сих пор не вернулся. Спортивную сумку просто собрал небольшую. Ну там такие легкие вещи. Ну, возможно, на рыбалку взял удочки и палатку. То есть дома нет этих вещей. Павел был одет в красную футболку, голубые джинсы и белые кроссовки. Родственники беспокоятся и ждут звонков от тех, кто его видел. А эту женщину ищут по всему городу. Она пропала из психоневрологической больницы. Пациентка считает себя богиней. Татуировка с такой надписью есть у нее чуть выше локтя. Полиция просит сообщить, где она может находиться. А в Каслинском районе полиция ищет 15-летнюю Анну Лихачеву. Девушка ушла из дома еще в феврале и до сих пор не вернулась. Подозревают, она могла стать жертвой преступления. Сыщики просят позвонить всех, кто владеет хоть какой-нибудь информацией. Ушел из дома и не вернулся. В Кыштыми 50-летний Андрей Дмитрин пропал без вести. Последний раз его видели 30 мая. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, сорочку такого же цвета, темно-синие джинсы и черные кроссовки с зелеными вставками. Кстати, на руках у мужчины между средним и безымянным пальцем перепонки. Также есть одна татуировка с номером 1964 на левой руке. Полиция ждет звонков от тех, кто может знать, где он находится. Помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова